Друзья, привет! С вами Сергей Яценко. Я нахожусь в Варнаке на Южном Кипре. Вот такой вот вид из нашего окна, с нашего балкона вернее. Мы здесь проведем неделю и планы такие Варнака, все достопримечательности Варнаки. Это и замок Варнаки, и церкви, которые здесь есть. Далее заедем в Лимассоу на карнавал. Несколько деревушек вокруг Варнаки, древние города, различные достопримечательности. Оставайтесь с нами, следите за другими выпусками. Возможно, я разделю нам несколько выпусков, посмотрим в итоге. А пока поехали, пошли гулять по Варнаке. Так вот, первый выход из дому. Вот наш дом. Вот там где-то на пятом этаже по-нашему мы живем. Пошли! На улице просто лето, по нашим меркам это просто летом, где-то в районе 18 градусов. Кто-то ходит вообще в шортах, футболке, полностью летняя одежда. Кто-то в курточках, ну видно, наверное, европейцы в таких совсем теплых, теплые обуви ходят. На улицу очень классно, людей при этом очень мало. Заведения в основном свои, сейчас здесь набережные открыты. Море прямо здесь. Пару человек купается прямо сейчас. Так что здесь в середине февраля-лето. Мы здесь живем прямо возле центральной набережной в Варнаке. Здесь куча всего. Вот на заднем фоне миллион кафешек. Все мировые сети такие, Мак, КФС, Бургер Кинг, куча местных кафешек. Вот завтрак, в котором все включено, стоит где-то 6,30-6,50 евро. То есть это такая достаточно большая порция с мясом, яичница, либо омлет. Грибы, сыры, кофе включен тоже. Там дальше на заднем фоне крепость Варнаке. Поэтому зимой здесь отлично. Классно, что ребенок может пойти покататься сразу на детской площадке, на качельках, на пляже. Подышать воздухом. Воздух здесь просто обалденный. Особенно, конечно, по сравнению с Варшавой. И мы только приехали, сразу голова закружилась. Здесь настолько много кислорода. Он чистый, свежий. С одной стороны моря, там уже как-то с блокона видны горы. Такая параллельная уличка, улочка рядом с нашим жильем. Надо решить сразу несколько вопросов в продуктном магазине, аренда машины. Ну и в целом узнать, что почем, что здесь есть. Все очень компактно, все рядом. Рынки также работают на всем остальном Кибре один раз в неделю. И вот здесь, в Ларнаке, это по субботам. Так, гуляя по набережной, вот доходим уже до крепости Ларнаке. Здесь, в принципе, центр такой не очень большой. Пешком можно обойти спокойно. И есть несколько таких хороших достопримечательностей. Вот замок, остатки замка. Потом есть церковь. И еще там какое-то сооружение. Посмотрим дальше. Я сейчас во внутреннем дворе форта Ларнаке. Его уже также называют замком Ларнаке. По официальным источникам был построен в 1625 году. Но есть другие источники, которые говорят, это на два века раньше. Здесь тоже было какое-то замок, какое-то сооружение. По своему прямому назначению, как для защиты побережья, использовался вплоть до начала 20 века. Во времена, когда на Кипре правила Британская империя, в этом форте была тюрьма. И даже проводились смертные казни вплоть до 1948 года. Сейчас здесь музей. Можно зайти в ход. Билетик стоит для взрослого 2,50 евро. Дают бесплатный буклетик на разных языках об истории, фотографии. Здесь очень прикольно. Сразу вот за этой стеной море. Здесь оборонительные пушки, которые так и сохранились с тех времен. Здесь, с той стороны за стеной, построено еще турками было. Видно, что это печень. Сейчас даже не знаю, что там. Пойдем посмотрим. Продолжение следует... Такая вот уже местная торговая улочка. Здесь много разных кафешек. Какие-то местные мастерские, где там то обувь ремонтируют, то ключи какие-то делают. Вот такой вот автосалон. Да, вот такой, наверное, только здесь можно увидеть, когда Мерседес достаточно современный заезжает вот в такой вот салон. СТО по-кипорски. Так вот прогуливаясь по набережной Ларнаки, мы зашли в сторону, вглубь. Несколько буквально живых улочек. И мы дошли до знаменитой церкви Святого Лазаря. Это одна из самых таких знаменитых и весомых достопримечательностей здесь, в Ларнаке. Это именно тот самый Лазарь, который из библейской истории, которого воскресил Иисус Христос, и которому пришлось бежать из Уидеи. И он поселился здесь, в этом городе, где его потом возвели в ста сан епископа. И он прожил здесь 30 лет. После его смерти его останки признали священными. Они там разное время перемещались во время крестовых походов и так далее. Долго считались утерянными. Но в 70-х годах 20-го века проводили раскопки под основанием церкви, вскрыли этот сакофаг и обнаружили. И потом доказали, что это останки именно этого Лазаря. Эта церковь в разные годы переходила из рук в руки. И она была и под турками, и под французами, и под британцами, и под киприотами. Была и мечетью, и храмами различных религий. Вот сейчас это православная церковь. Католический мир не согласен с этой историей, что здесь жил и умер Святой Лазарь. Они считают, что он жил и умер где-то на территории современной Франции. Но тем не менее, православный мир принимает такую версию. И сейчас это одна из самых главных достопримечательностей в Варнаке. Более подробно вы можете почитать в моей статье на блоге Go за кордон. Там будет расписана история этого места, поскольку я действительно в Варнаке. Да и на всем Кипре это одна из самых таких существенных достопримечательностей. Субтитры создавал DimaTorzok Интересные такие постройки, вот все древние здесь на Кипре. Они из такого вот известняка. Очень интересные. Такой весь город получается в таком вот желтом-желтом цвете. Когда голубое небо еще, очень красиво получается. Зашли в магазинчик. Вот накупили кучу продуктов. Взяли вино местное, взяли оливки, взяли сыр. Халюми, да, называется? Сыр халюми. Такой вот халюми, да. На северной стороне называется... Как он на северной стороне называется? Хелим. Хелим. То есть очень похоже на название. Суть его такая, что его жарить нужно на сковородке. Очень вкусная. Потом конфеты, черчхелы. Все местное. Все натуральное. Вот так называется. Халюми, да. Цены... Нам все потратили 39 евро. То есть, например, бутылка вина от 5 до 12 евро. Мы за 10 взяли. Оливки. Такая вот упаковочка одна. 3,75. Ну, такие вот цены. 3-4 евро на все. Конфеты там от 3,75. Тоже упаковка. Везде все на русском языке. Продавцы русские. Ценники на нескольких языках, в том числе на русском. Поэтому вообще, в принципе, Кипр это то место, где русский можно уже делать вторым государственным. У нас прямо во дворе детские аттракционы. Сейчас мы с Дашей вышли покататься на большой такой горке. И уже договорились каждый день кататься по одной. Цены здесь вот эта вот самая большая 2 евро стоят. Все остальные любые по одному евро один раз прокатить. Живем мы прямо на набережной Кимона. Это такая самая большая длинная набережная в Ларнаке. Более 4 километров. И еще ее местные называют набережная, как это, пальмовая аллея. Да, здесь видно. Здесь с двух сторон на все стороны тянутся пальмы. Есть очень высокие, есть пониже. Очень классно. Гулять можно. Здесь велосипедные дорожки есть, прогулочные. В аренду взять можно там все, что хочешь. Велосипеды, электро какие-то маленькие штучки такие, типа самокаты. Много всего. Все работает, как и летом, но людей просто в разы меньше. Вот эта вот площадь Европы называется. Отсюда берет свое начало вот эта набережная Кимона, которая тянется туда вдоль побережья. Куча пальм здесь. Вот эти все здания, которые сейчас за мной, были построены еще во времена правления Британской империи. И раньше здесь располагались различные административные здания. Здания начальника порта, таможенные какие-то здания. Сейчас там в основном они закрыты, но вот то одно действующее. На Кипре вот такая вот интересная система оплаты за парковку. Вот возле каждого парковочного места стоит вот такой вот паркомат. Сюда вот просто бросаешь евро-центы, евро-монеты. И он показывает, за сколько времени ты заплатил. И все, то есть никакого талончика, ничего. Просто здесь время тикает. И когда кто-то проверяющий, муниципальная полиция, когда ходит, они смотрят, заплачено или нет. Очень интересно. Судя, тут по-гречески написано, но если правильно понимаю, то 2 часа евро-20. В центре Ларнаки здесь очень узкие олочки. При этом много запарковано машин. Магазины вот так вот прям на первых этажах всех этих зданий. И тем не менее здесь даже автобусы ездят и умудряются поворачивать по всем этим узким улочкам. На улицах достаточно чисто. Я бы не сказал, что здесь постоянно убирают. Мы пока еще никого не видели, но так нормально. Все как-то убирается, смывается. Я не знаю, может зимой здесь иногда дожди бывают. То есть раз в неделю как минимум зимой точно есть дождь. Летом дождей практически не бывает. Наконец-то мы нашли место, где есть нормальная морская еда, которую мы очень любим. Здесь из всех мест, тут очень много кафе, и в этом больше всего людей. Здесь есть такие большие тарелки на компании. Мы брали на двоих. Вот такая вот тарелка на двоих стоит 28 евро. Это самая простая, там есть дальше чуть-чуть побольше, там с другими креветками, там с другой рыбой. Но цены на все тарелки на двоих, это 28 до 35 евро. Далее детское меню, все по 4.20, очень неплохое. Наш ребенок уже доедает, то есть там можно выбрать какой гарнир, там картошка, овощи, рис, вот она рис захотела. И везде тоже какие-то морские, морская еда, то клеветки, то рыба, то кальмары, вот у нее кальмары. Это все 4.20 стоит, любое детское меню. Достаточно большая форция, полноценный даже для взрослого будет нормально. Пиво 2.50, 0.3, в районе 4 злотых 0.6 почему-то здесь. Вот, ну весь такой вот обед на практически на троих людей получился 40, по-моему там 40 с чем-то евро. Палетка морской еды на двоих была в самый раз. Поэтому, в принципе, порции здесь соответствуют такой вот норме. То есть они не слишком большие, так что ты совсем не можешь съесть. Но они достаточно большие, чтобы можно было нормально наесться. И то же самое мы заметили утром в другом месте. То есть, в принципе, порции большие, но их достаточно. Потому что в некоторых странах бывает, что порция настолько большая, что ее есть невозможно и нужно брать одну на двоих. Здесь нет, одну на одного отлично. Так, мы взяли машинку на прокат и вот уже сейчас приехали к соленому озеру в Варнаке, на котором в феврале такое хорошее время года для того, чтобы здесь быть, поскольку здесь сейчас находятся розовые фламинго. Обычно их в наших краях можно увидеть только в зоопарках, и тут далеко не все. А здесь они в дикой природе. Вот они, розовые фламинго. Выезжаем с Варнаки. Тут все, такие постройки очень-очень греческие. Посмотрите видео из Афин, из Греции. Там очень-очень похожие постройки. Я там ездил тоже по городу. Варнаки. И, пустая, Субтитры создавал DimaTorzok Наконец-то мы нашли какую-то парковку в этом селе Левкара Здесь просто такие узкие-узкие улочки Мы там ехали, снимали Везде висят зеркала, чтобы можно было понять, кто-то едет там навстречу или нет Очень классно Здесь такая весна уже в горах Тут фруктовые деревья, не знаю, что это Вот лимоны, вот такое огромное дерево лимонов Тут везде апельсины, мандарины, лимоны, деревья Полно, сейчас как раз самый сезон Очень красивая тут такая архитектура Как я уже говорил, мне напомнило, это Грузия Это деревня в Грузии в горах Где-то похожа в этом, да? Такие же постройки Архитектура очень похожа Сейчас пойдем, походим, погуляем Вон там вижу какую-то церковь А вот здесь уже начинаются какие-то туристические места Судя по всему, наверное, летом вот эта паркулочка достаточно популярная Здесь уже какие-то пошли магазины этих изделий дружевных То, чем, собственно, и знаменит это село Не, посмотрим Все выложено камушками Дороги все Все, вот, вообще Здесь такие горы, здесь сама прода такая Вот такие вот интересные домики И такая вся деревня, вот, такой красный Как это называется? Не так уж, не, а как это? Черепица, классная черепица Вот так вот на крышах везде А сверху, куда вот мы ехали Там просто смотришь на эту деревню Очень красота Каких-то познавательных знаков, какая-то улица Особо мы не наблюдаем Поэтому я просто поставил на Google Map, на GPS Карту, где мы поставили, ставили машину И идем гулять Видели там где-то внизу церковь Сейчас попробуем, куда дойти Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы заехали в местный супермаркет И сейчас покажу цены на овощи, фрукты Все, все цифры в евро Это локальные мандаринки-клементинки По евро 65 И сейчас сезон тоже клубника Клубника по 4,99 за килограмм Такой вот судочек стоит 2,59 Супермаркет достаточно большой, при этом парковка на улице очень маленькая Ну, людей вообще немного Здесь местные деревеньки, которые вокруг сюда приезжают, покупают все Вот оно Тут все, очень много локальных сыров, оливок Вино, все локальное, все с Кипра Будем все пробовать Во все города Вообще, особенно если тут туристические города Есть туристические информационные центры Вот это вот здесь в Варнаке один Завтра, по прогнозу, такая не очень хорошая погода Плюс выходные, завершается карнавал в Лимассоне Надо было спланировать, как туда поехать лучше Я зашел к ним, они все четко рассказали Позвонили в Лимассоу, узнали, где что будет Посоветовали, как лучше ехать машиной, либо автобусом Все рассказали, что сколько стоит, где поставить машину Какие улицы будут перекрыты Завтра будет плохая погода Также распечатали вон кучу всяких мест Где можно провести время с ребенком Поэтому всегда заходите в информационное бюро Там много бесплатного материала Что посмотреть, куда пойти, поехать Все расскажут, покажут Все это бесплатно Вот такой вот небольшой лайфхак про путешествие Сегодня испортилась погода Но в принципе мы об этом знали Прогноз погоды достаточно достоверный Поэтому мы поехали сегодня практически на целый день В Никосию Чтобы найти какие-то места закрытые В торговых центрах, чтобы ребенок поиграл На самом деле я еще вчера зашел в туристическое Это как это, бюро Информационное бюро для туристов Там мне дали такую распечатку Где есть какие-то места Я сел в интернете, просто просмотрел все Там была Ларнака, Лимассол, Никосия В основном все, конечно, только то, что работает летом Вот в Никосии был несколько вариантов Вот один Play for Kids называется Мы туда приехали, приехали туда Провели там почти целый день Сейчас вечером приехали в центр сюда К стене Вот я иду сейчас вдоль стене Вот это вот, собственно, остатки той древней стены Которая раньше ограждала город Никосию То есть сам город, получается, там справа от меня Старый город И именно там, по старому городу Сейчас проходит граница между северным и южным Кипром Там внутри так называемая буферная зона В которой никто не живет Там заброшенные дома И в моем первом видео про Никосию Когда мы были здесь летом Где-то здесь появится ссылочка на него Посмотрите, там мы гуляли рядом с той буферной зоной Там такие все дома почти заброшенные Сейчас же мы поездили с этой стороны Никосии С южной стороны Пока мы там нашли вот это вот развлекало Кое-то, поездили по улицам, посмотрели там Сейчас могу точно сказать, что гораздо более развит город Южная сторона К плане инфраструктурном Она выглядит гораздо, гораздо, гораздо более приятно С той стороны северной Там такие узкие улочки Так, инфраструктура такая себе Там парковки, стоянки, развилки Там этого всего практически нету Она все плоская Здесь же есть даже автобаны Которые проходят через город На выезд на Ларнаку туда На Лимассол Все очень классно организовано Тоже сюда, ближе к центру, конечно, все узкое Но туда дальше, там широкие улочки Все очень-очень религино Поэтому вот такая вот она Разная Никосия Разный Кипр И на самом деле вот мы приехали С Ларнаки в Никосию Это там 40 с чем-то километров Порядка там 40-50 минут ехать Я в Киеве в свое время в кинотеатр ездил Дольше, чем здесь С одного города в другой И при этом большую часть по автобанам уехали Скоростной режим здесь такой 100 километров только на автобанах Никто не гоняет Машин немного Поэтому очень рекомендую брать машину на прокат С ней вы будете чувствовать себя свободно Поскольку к общественному транспорту Привязываться это очень неудобно Мы вернулись на центральную улицу Вот здесь вот она проходит Опять же в летнем видео про Никосию Мы здесь гуляли Ну собственно ничего не поменялось Такая же толпа народу ходит По бокам вот только что мы вернулись оттуда Там сбоку улицы здесь такие ужасные Поскольку это уже практически близко к буферной зоне Прямо вот туда еще метров наверное 100 Может даже меньше и уже будет граница Если у вас есть паспорт по которому вы сюда попали На ту сторону легально То скорее всего вас спустят на ту сторону тоже С той стороны там два таких интересных объекта Которые стоит посмотреть Это мечеть Раньше это был собор София Сейчас его перестроили в мечеть Поскольку там турецкая сторона И Байракхан да он называется Старый старый старинный гостиный двор В летнем видео это все есть Сейчас уже не пойдем Уже вечереет И сегодня целый день дождь И дождь может напуститься в любой момент Поэтому просто погуляем здесь Посмотрим как здесь вечером Между прочим сегодня 17 февраля Все летние кафе открыты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok